Привет, друзья! Если не бритых художников принимаете, ну это временно, я побреюсь, просто у меня был выбор. Десять минут всего времени либо ролик сделать, либо бриться. Я решил для вас ролик сделать, для себя тоже, потому что мне было интересно рассказать то, что я сейчас вам расскажу. Ко мне обратилась дама, которая очень плохо себя чувствует. И говорит, что вы знаете, у меня там болит, там болит, там болит. Я сказал, вы знаете, что мы не клиника, мы никого не лечим, я только даю советы. Но она говорит, я знаю, я смотрю ваш канал и так далее. Я говорю, а вы смотрели наш целебный ролик? Так и называется, целебный ролик. Смотрела. А смотрели целебный ролик номер два? Нет, не смотрела. А чего же вы не посмотрели? Ну, короче говоря, если бы она посмотрела, мне не пришлось бы еще 30 минут тратить на объяснение. Ну, в результате она посмотрела и потом говорит, надо же, надо же. Как это интересно. А вот как говорит другому человеку объяснить в двух словах, на чем этот ключ основан? Я говорю, у нас есть в организме целый блок инстинктивных защитных реакций, которые находятся у нас под сознанием. И когда они человеку пытаются помочь, эти инстинктивные реакции, поскольку он их не все знает и не понимает, то он их пытается в этот момент блокировать. Да что вы говорите? Да, он блокирует. А что за реакции такие инстинктивные? Я говорю, ну вот вы же там делали какие-то движения, вы же что делали? Она говорит, я делала то одно, то другое по зоне комфорта. То есть был комфорт-дискомфорт, а я шла по этой экологической зоне, как вы там говорите. Делала только то, что мне приятно. Да, сколько минут делали? Я, говорит, так делала минут 10. Делала только то, что мне приятно. Я говорю, правильно. Никогда не делайте то, что вам неприятно для восстановления. Делайте только то, что вам приятно. И сам процесс подбора путем перебора – это принцип ключа. Вы подбираете себе ключ для снятия лишнего напряжения и выхода на ресурсное, так называемое, состояние саморегуляции, в котором так хорошо, так легко, когда вы думаете, господи, как я давно не был в таком состоянии, как я был все время напряжен, ну что же я не догадался, так сразу сделать. Так вот в этом дело. Когда человеку просто объясняешь, что метод саморегуляции исключительно интересный, полезный, простой, эффективный и так далее, он логически не связывает, как это может быть просто, когда у меня такие проблемы тупиковые. Там нет логической связи, это просто переход в другое состояние. Из дискомфортного состояния в комфортное состояние. Ну да, просто переход. И этот переход может быть, как я говорил в одном из роликов, квантовый скачок такой. Ну там за секунду раз и перешел в это состояние. А есть такое, где коммулятивный эффект накапливается. И по зоне минимального сопротивления, по зоне максимальной комфортности. И называется наша зеленая зона. И вот она так делала, 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 перебирала. Ну вот сейчас вот, допустим, за пять минут, кто сейчас хочет, вот сейчас, я вам покажу. Вот, пожалуйста, встаньте, встаньте и просто делайте те движения, которые вам максимально просты и приятны. А те движения, которые вам неприятны и тяжело делать, не делайте. Любые, любые движения. Поищите то, что вам приятно. И вот вы делаете то, что вам приятно, и не делайте того, что вам неприятно. Делайте опять то, что приятно, и только приятно. Перебирайте разные варианты. Ну кто что делает, кто там плавательные движения, кто просто стоит на месте, кто просто раскачивается вот так по кругу. Кому-то сесть хочется, пожалуйста. Делайте только то, что приятно. Дискомфорт. Обходите и идите по зоне комфорта. И вот этот путь, принцип подбора, путём перебора по зелёной зоне, по зоне, где вам комфортно делать, в конечном счёте производится вот этот мозг, раз и сброс напряжения. И вы выходите на состояние облегчения. Такое естественное, хорошее состояние, просто которого давно не было. Почему? Потому что вы долго делали не то, что вам приятно, а делали то, что через силу, делали то, что вам надо. А здесь вы делаете то, что вам приятно, то, что вам легко, то, что просто. Ничего преодолевать не надо. Это санаторий. Это санаторий для восстановления. Это в жизни вы будете преодолевать, проявлять силу воли, настойчивость, характер, добиваться эффекта, результата, успеха и так далее. А здесь вы восстанавливаете свои силы, своё здоровье, ясность ума, уверенность в себе, чувство самодостаточности, чувство внутренней возможности, что вы можете, уверенности. И так вы делаете только то, что вам приятно, и не делаете то, что вам неприятно. И таким образом у вас идёт, вот таким образом, какая-то динамика движений. Или вы сидите и делаете вот так, только так, как вам приятно, а как неприятно не делаете. Например, вы раскачиваетесь вот так, или восьмёрочкой, или вот так. И что здесь происходит? Когда вы ищете то, что вам приятно, пустив мысли на самотёк, и в этот момент ваш организм выдаёт целый блок реакций, вы их не гасите. Может быть там зевота, может быть там плащ, может быть там подёргивание, может быть там хочется подобавить какие-то движения, добавляете. То есть вы начинаете слышать свой организм. И вот с чего я начал, что есть блок в подсознании защитных реакций, инстинктивных, которые помогают человеку в трудной ситуации выйти из любого тупика. Но человек не знает об этом, что это защитные реакции, и начинает их гасить. Например, у него появляется реакция слёз, а он, да, гасит это. Например, у него появляется желание потрястись, а он гасит это. Например, у него желание появляется поспать, а он заставляет себя трудиться. Ну, наконец-то побудьте самим собой. Поделайте, как ребёнок маленький, только то, что вам приятно, то, что организм ваш подсказывает, а не то, как вам надо делать, как вас потом учили. Побудьте маленьким ребёнком хотя бы 5 минут в день. Несколько дней подряд. 5 минут в день в зелёной зоне. Поплачьте, когда хочется. Покричите, когда хочется. Потряситесь, когда хочется. Почищите себе голову, когда хочется. Попойте себе, когда хочется. Да, поговорите себе под нос то, что в голову лезет. Вы говорите, ой, какой я несчастный. За что у меня такое наказание? Даже тихо говорите, чтобы не напрягались. Вы говорите, легче, свободнее, комфортнее. То, что вам проще, проще, проще. И всё у вас идёт, идёт. Вы это выговариваете, 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 выговариваете. Страхи, вот у меня страх такой, я боюсь умереть. У меня такой страх, да что такое, почему вот у меня так. Чем же я там что-то не так сделал. Вот это выговариваете, 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 выговариваете. И потом вы вдруг замечаете, количество переходит в качество. Вдруг появляется сброс напряжения. Такая лёгкость. Да, не просто выговариваться хочется. Распиваться хочется уже. Петь хочется. Видите, что со мной происходит. Да, я на самом деле выхожу на какое-то состояние. Вот это состояние, когда мне всё ни по чём. Ну, люди ради этого пьют препараты различные. Кто-то алкоголь пьёт. Да, да, ведь отсюда и появились и наркотики. Отсюда появились виноделия. Отсюда появились физкультура. Отсюда появилась. Потому что кому она подходит, они чувствуют лёгкость. А кому не подходит, стараются-стараются, а им тяжело. Поэтому надо делать то, что вам подходит. Это называется синхронизация. Действия, соответствующие вашему текущему состоянию в момент его применения. А это действие легко и комфортно. Поэтому, если вы несколько минут будете делать то, что вам приятно, и не делать того, что вам трудно. И в этот момент то, что тело дополнительно подсказывает плакать, зевать, дёргать ногой, допустим. Или вдыхать там, выдыхать. Но не потому, что так нужно. А как хочется. Отделяйте муху от котлет. Не по шаблону, как надо. Как кто-то вам говорил. А как организм просит. Потому что организм ваш лучше знает. Потому что там этот блок бессознательных механизмов. Бессознательной саморегуляции. Этот внутренний автопилот. Он выработан у вас. Миллионами лет вашей эволюции. Вы итог развития всех ваших предшествующих поколений. Он выработан уже. Просто вы его не слышите. А когда вы делаете действия, как ребёнок, которые вам помогают. Которые вам приятны, комфортны, просты. Поэтому вам в исполнении. Потому что организм их сам подсказывает. Вы просто не знали. Вы этот блок выключаете. А вы его включите. Поэтому, когда меня спрашивают. Как в двух словах объяснить, что такое метод-ключ. Я и говорю. У нас в подсознании есть блок. Инстинктивных реакций защиты. Самосохранения. По неведению которому. По незнанию о котором. Его реакции вы просто блокируете. Потому что культура, культура. Иногда совпадает с потребностью в этих реакциях. А иногда нет. Иногда человеку хочется, когда он в нервном состоянии. Ему хочется зарыдать. А культура не позволяет. А в другом месте культура позволяет. И там люди более здоровые. Поэтому всё зависит от того. Какая востребованность в культуре. Для здоровья людей. И какие у вас реакции. Этот блок. Блок подсознательный. Я додумался. Я распишу этот блок. В следующей книге. А эта книга уже вышла. И она сейчас появится. Новая книга сейчас уже вышла. Появится. Мне сейчас пришло. Я её покажу. А в следующей я напишу. Блок бессознательных реакций. Помогающих нам в трудный момент выживать. Основанный на инстинкте выживания. О котором мы не знаем. И как его открыть. То есть как сразу объяснить человеку. Что надо делать. Чтобы быстро выходить из стресса. И использовать энергию страха. Энергию стресса. Для своих новых достижений. И так друзья. Делайте то что вам приятно. Это для восстановления. А в жизни делайте то что вам надо. А это санаторий. Мозговой санаторий. Для восстановления запаса питательных. Веществ в клеточках мозга. Чтобы кислород лучше в мозг попадал. В клетки мозга. Кровоток улучшался. Ночной сон улучшался. И чтобы вы наконец стали себя чувствовать хорошо. Стали себя чувствовать хорошо. Вопреки тому как вы себя чувствуете. Это парадокс. Но это интересно. И когда вы будете молоды. Независимо от своей возрастной категории. До встречи друзья. Спасибо. До встречи.